Добрый вечер, уважаемые участники вебинара, что такое криптовалюты и как можно на них заработать. Сегодня четверг, 18 января. Каждый четверг, напомню, мы проводим подобные трансляции. Прежде всего, хотелось бы понять, хорошо ли меня видно и слышно, чтобы мы могли уже перейти к изучению того материала, который мы для вас сегодня подготовили, и, конечно же, к анализу текущей рыночной ситуации по криптовалютам. Поставьте плюсики в общий чат, если меня хорошо видно и слышно, и мы уже начнем. Спасибо, вижу обратную связь. Спасибо, что отреагировали. Для тех, у кого есть, скажем, проблемы с картинкой, можно просто обновить страницу, либо раскрыть изображение на весь экран. Ну что ж, как обычно, мы начинаем с того, что совсем кратко пробегаемся по теории, по методологической части, и затем уже буквально через 5-7 минут примерно мы переходим к разбору рыночной ситуации и анализируем текущее состояние восьми топовых криптовалют. Ну, кто у нас уже был, тот наверняка с этим, скажем, планом работы знаком. Также на протяжении всего вебинара вы можете задавать вопросы в общем чате, и мы обязательно на них ответим, если они будут касаться темы того, о чем мы сегодня говорим. Итак, что такое криптовалюты, я думаю, что лишний раз напоминать смысла уже, пожалуй, нет, потому что все, кто здесь находится, я думаю, так или иначе представляют, с чем имеет дело. Это полностью виртуальные лицевые активы, к которым прикоснуться нельзя, и в этом, казалось бы, и плюс, и в этом есть некие недостатки. Но главная суть в том, что в данный момент за криптовалюту можно купить все, что угодно, сфера очень активно развивается, особенно это было очевидно и заметно в прошлом году, когда случился настоящий хайп, да, это слово стало очень часто употребляться, стало очень модным именно в связи с криптовалютами. Но, конечно, если мы говорим про предназначение криптовалют, да, то изначально то, для чего они создавались, да, это более эффективное проведение расчетов и платежей внутри системы, которая будет без контрольным со стороны регуляторов, да, в этих центральных банках и по правительству. Мы видим, что сейчас есть серьезные вопросы по именно реализации этого замысла разработчиков, потому что все большее количество стран, мы видим, что не то, что ставят палки в колеса, да, но стараются так или иначе данную сферу начать регулировать, потому что отмечалось, что во многих азиатских странах уже даже ощутимо уменьшилось количество, скажем, собираемых налогов с прибыли от торговли на фондовом рынке, да, регулируемом, потому что все уходят на криптопространство, да, то есть уходят за пределы легитимной, скажем, в данный момент, да, области фондовой торговли, там, акциями, различными облигациями и прочими ценными бумагами и полностью посвящают, скажем, все время именно криптовалюте. Так вот, помимо расчетов, да, и платежей, в данный момент это уже даже не так, на самом деле, многим интересно, ну, кроме того, что все оценивают, скорее, технологическую предпособность, да, и технологическое развитие той или иной системы. Всех интересует именно инвестиции, да, и получение спекулятивного дохода на изменение курса криптовалют. И именно для этого, скажем, и мы здесь сегодня собрались, да, чтобы разобрать в режиме реального времени те ключевые тенденции, которые в данный момент преобладают на рынке. Отмечу, что так уж совпало, мы не раз подобное наблюдение проводили, именно по четвергам, да, наблюдается повышенная волатильность на рынках, вот когда мы буквально ведем этот диалог, да, эту трансляцию, наблюдаются какие-то, скажем, события, немного из ряда вон выходящие, да, так было в прошлый четверг, и так, пожалуй, происходит и сегодня, потому что еще вчера казалось, скажем, что всему конец, да, многие поспешно пытались закрывать позиции, хотя мы призывали этого не делая, да, скажем, в том числе в наших телеграм-каналах и чатах. Но, тем не менее, вот некий элемент паники в ходе последних дней преобладал, но сегодня уже, скажем, ситуация становится более спокойной, да, для большинства участников, но мы об этом еще чуть-чуть позже поговорим. Про биткоин, да, первую главную криптовалюту, которая пока еще остается главной, но по нашему мнению, да, по мнению многих криптоэкспертов в рамках уже текущего года может потерять при определенном развитии событий свое лидерство, да, первое, по капитализации, например, по частоте использования. И я думаю, что вы тоже про биткоин знаете довольно много, благо интернет, да, позволяет найти всю, даже самую, скажем, скрытую и не совсем лежащую на поверхности информацию. Про преимущества в расчетах, да, мы уже отчасти сказали. Про майнинг это могло бы стать, скажем, темой отдельного. Для этого вебинара нужно лишь понимать, что новые криптовалюты, которые подлежат майнингу, да, потому что есть целый ряд криптовалют, которые не майнятся, новые криптовалюты появляются только в результате вознаграждения за помощь, да, в функционировании системы, за помощь в обработке транзакций. Поэтому, скажем, опять же, в этом большое преимущество по сравнению, скажем, с традиционными валютами, потому что неосторожное действие регулятора не может, скажем, в моменте, либо с каким-то запозданием повлиять на количество монет в обращении и не может создать условия для, скажем, какой-то инфляции, для аналога инфляции. Но, тем не менее, мы видим, что, несмотря на то, что криптовалюты, казалось бы, обособленные финансовые такие активы, да, которые очень мало похожи на, допустим, акции, либо фьючерсы, либо другие, либо, скажем, валютные пары, да, какие-то проще и более привычные инструменты. Несмотря на то, все это те, скажем, правила, да, по которым функционируют, по крайней мере, и идет ценообразование, да, активов, как двигаются котировки, скажем, каким законом они подчиняются, все это очень похоже на традиционные рынки. И если вы, скажем, ранее работали с акциями, либо валютами, то вы без труда найдете похожие, скажем, паттерны, да, с позиции технического анализа, либо обнаружите вот те, скажем, движения, которые появляются после фундаментальных различных новостей, да, и вот на самом деле в основе всех движений, да, по криптовалютам лежат также действия трейдеров частных, небольших и более крупных, поэтому в целом те же самые элементы, да, технического анализа, вот по которому, скажем, мы работаем, они, безусловно, помогают, да, и, безусловно, именно в рамках этих принципов и функционирует сфера криптовалют, несмотря на все свои, скажем, особенности. И вот то, о чем я уже говорил, да, слайд называется «Почему биткоин будет расти и дальше?» На самом деле все просто, да, и именно какие-то психологические аспекты, психологические свойства, которые влияют на поведение трейдеров и определяют то ценообразование, которое в моменте происходит. И, казалось бы, да, те, скажем, движения, которые мы видим в последние дни, они также вполне подчинены некой логике, но это будет, опять же, более понятно, когда мы перейдем уже в сам терминал. И, наконец, два термина, с которыми также, как мы считаем, стоит обязательно познакомиться. Если вы уже знаете, в чем я практически не сомневаюсь, да, то просто можете для себя хоть информацию освежить, либо, скажем, пропустить ее. Криптовалют за редким исключением, да, скажем, в лице Ripple, к примеру, либо некоторых похожих на него. То есть это новая, по сути, технология хранения и обработки информации. Если ранее у нас, допустим, есть некое единое ядро, единый центр, да, в случае, опять же, с фондовым рынком, это клиринговая палата, например, и, скажем, прочие участники фондового рынка, то, то есть есть, опять же, повторюсь, некие контролирующие элементы, да, то в этой системе такого нет. Система саморегулируемая, причем она децентрализованная, да, то есть этот термин, я думаю, также вам уже знаком. То есть фактически каждый узел системы, да, каждый майнер на своем компьютере, либо, скажем, на своей ферме, он поддерживает стабильность всей системы и понимает участие в ее функционировании. Что касается второго термина ICO, то это вот то, благодаря чему, скажем, то, что появилось, да, на основе криптовалюты. Криптовалюты. Эфир, которая во многом и не является, является скорее не криптовалютой, а некой технологией, да, по реализации смарт-контрактов. И это способ привлечения инвестиций для реализации проектов, прежде всего, основанных на блокчейн технологий, опять же. Да, то есть во многом тот рост, скажем, эфира, который мы наблюдали на протяжении прошлого года, в начале этого, он был так или иначе связан с ажиотажем вокруг ICO, вокруг этого. Этого нового, также, да, для, скажем, первообщественности способа и инвестиций, и способа привлечения капитала. На этом с теоретической частью считаю, что можно постепенно заканчивать и переходить уже в сам терминал. Но перед этим обычно мы еще разбираем буквально в двух словах, попутно, да, с торговой платформой, разбираем ключевые новости, да, я думаю, что в свете последних дней обязательно стоит их осветить. Конечно же, прежде всего, стоит сказать о том, что же спровоцировало вот новую волну снижения, да, потому что в какой-то момент могло показаться, и мы об этом говорили в прошлый четверг, что есть признаки к развороту и к возобновлению восходящего движения еще в прошлый четверг, да, и в конце прошлой недели. Но на самом деле, вот новость из азиатских стран, в частности, из Южной Кореи и из Китая, они поставили подножку в всей сфере криптовалют. Вот, во-первых, во-первых, серьезно взялась, скажем, уже была создана петиция, да, которую подписало несколько сотен тысяч человек. Я напомню, что Южная Корея, это, наверное, лидер по количеству вовлеченных граждан в торговую криптовалюту, потому что едва ли не каждый там имеет несколько счетов на многочисленных криптобиржах и так или иначе регулярно, да, совершает какие-то сделки, скажем, корректирует свой портфель криптовалют и так далее. То есть едва ли не каждый вот этим уплечен, да, именно из жителей Южной Кореи. Поэтому, конечно, для них это стало неким шоком. Опять же, нужно внимательно смотреть, да, информационный фон, и понимать, что ни о каком запрете пока криптоторговли в Южной Корее не идет речи, да, и нет оснований считать, что, скажем, все будет очень плохо, что, допустим, мировая общественность потеряет, скажем, южнокорейские биржи, да, потеряет южнокорейских участников. Нет, это абсолютно не так. Лишь предполагается больше регулирование в плане налогообложения, да, прежде всего, и в плане верификации личности. То есть речь идет о том, чтобы сделать торговлю криптовалютой неанонимной, да, то есть, но опять же, нужно отметить, что это подрывает изначальный замысл создателей криптовалюты, поэтому это важно. А с другой стороны, скажем, 99% нынешних пользователей, по сути, не волнует, да, то, что, скажем, какие-то операции можно совершать анонимно, да, а интересует лишь, скажем, доход и возможность, сама возможность иметь доступ к криптосфере и совершать обменные операции, да, то есть зарабатывать, опять же, на изменении курса, то, о чем мы и говорили. Поэтому нужно относиться с долей скептицизма к данным новостям, и, на самом деле, вот те движения, которые мы видим сегодня, да, то, что массово откупают вчерашнее и позавчерашнее снижение, это вполне закономерно. И те, скажем, новости, да, из Китая, второй пласт такой серьезной новостей о том, что Китай хочет запретить торговлю не только на, скажем, зарубежных площадках, но и на собственных, да, по сути, полностью прекратив оборот криптовалют, это также еще является лишь некими слухами и, опять же, нужно понимать, что это, скажем, такие действия, которые немного раскачивают рынок, очищают его от тех участников, которые, скажем, решают выйти, да, которые являются менее подготовленными, например, либо менее эмоционально устойчивыми, и после этого, опять же, все идет своим чередом, что называется. Поэтому пока серьезных фундаментальных оснований сразу обозначим, да, для дальнейшего снижения криптовалют в целом нет, и на самом деле главное, что не стоит паниковать. Уже было несколько вебинаров также у нас, да, когда мы, скажем, работали на фоне такого некоего негатива, который преобладал, и каждый раз, да, ситуация после этого восстанавливалась, нет серьезных оснований думать о дальнейшем снижении и сейчас тоже. Далее, вот что хотелось бы отметить, да, то, что криптовалюты все более переходят в регулируемые плоскости, да, мы знаем, что в Штатах сразу на двух биржах ведется уже давно торговля производными инструментами, да, на биткоин. В частности, сегодня крупнейший банк Японии объявил о том, что будет создана биржа криптовалют на его основе, то есть также мы наблюдаем все больше процесс перехода в более регулируемые сферы, да, и поэтому вот те сомнения, которые терзали многих на протяжении многих лет, да, о том, что криптовалюты полностью не регулируются, и поэтому не стоит с ними связываться, да, они постепенно также отходят на второй план. Итак, сейчас мы перейдем в торговую платформу, чтобы уже в режиме реального времени рассмотреть ключевые криптовалюты. Сейчас у меня будет запущена трансляция рабочего стола, поэтому также попрошу вас поставить плюсики в общем чате, если вам будет видна платформа. Сразу скажу, не стоит пугаться нескольких, да, вот, линий, которые вы видите на графике. Это всего лишь, да, ключевые уровни, от которых придется работа, и есть на основе этих линий, да, опять же ряд таких умозаключений, да, которые являются довольно интересными в данном контексте. Да, отлично, я вижу, что картинка видна, да, по сути, можно убрать, да, например, вот эту линию, да, потому что о ней мы несколько позже поговорим, и отметить, что в целом мы находимся в рамках нисходящего канала сейчас, то есть после того отчасти необыкновенного роста, да, который был зафиксирован в конце прошлого года, отчасти аномальное движение, мы говорили об этом, о том, что идет уже, скажем, совсем, появляется совсем большая неэффективность, да, на рынке, и очевидно, что, скажем, столь долгим безоткатный рост быть не может. Да, и в результате, конечно, это совпало все с тем, что начались массовые фиксации прибыли вблизи отметки в 20 тысяч, да, долларов за один биткоин, и вот с тех самых пор, по сути, формируется некий коррекционный канал, да, коррекционное снижение, потому что покупать по текущим ценам на самом деле большого количества желающих нет, да, это только, скажем, совсем опоздавшие уже инвесторы, да, которые являются, по сути, частными инвесторами, которые, может быть, вообще ранее не занимались криптовалютой и не занимались, может быть, инвестированием в целом, да, поэтому традиционные ситуации, когда, скажем, по наивысшим ценам, да, покупают лишь те, кто, вот, узнал о чем-то в последнюю очередь, да, либо, скажем, долгое время сомневался, и на самом деле это вполне закономерный, да, этап, когда мы видим некое снижение, да, опять же, очищение рынка, здесь также можно об этом говорить, но что интересно, да, то, что, во-первых, сегодня, точнее, в ходе вчерашнего сессии, да, мы видели, что закрытие произошло в зеленой зоне, и вот сегодня тоже, да, есть дополнительное подтверждение к этому, то, что мы отбились от нижней границы до этого нисходящего канала, и сейчас, по сути, двигаемся в направлении к верхней границе этого локального тренда, да, и, во-вторых, эта же самая точка, она абсолютно полностью совпадает с уровнем прежнего максимума, то есть, это отметка в 10-200 примерно, да, 10-300, и, на самом деле, это является довольно сильным сигналом к тому, чтобы открывать позицию, вот, наши многие трейдеры, и мы тоже, да, открывали позицию на покупку, вот, примерно от этих значений, да, выше 10, когда происходило закрепление, да, и выше отметки в 10-500, если быть точным, и, опять же, обращу ваше внимание на то, что кто смотрит давно наши вебинары, да, мы неоднократно отмечали очень большую силу уровней прежних максимумов цены, то есть, что это означает, да, что в свое время производились именно покупки с завышенным объемом от уровня прежнего максимума, да, то есть, допустим, если ранее, скажем, биткоин торговался максимумом по 5 тысяч долларов, долларов, но зачем мы сумели закрепиться выше отметки в 5, то нужно было обязательно покупать, да, на преодолении прежнего максимума, и после этого, на самом деле, если вы посмотрите историю, сигналы были практически стопроцентны в ходе каждого раза, да, именно при обновлении этого уровня, да, потому что нужно понимать, что именно там находится большое скопление объема и ордеров, да, в различные стороны, да, то есть и на покупку, и на продажу, и именно от этих значений цена обычно очень сильно уходила вверх, да, но сейчас мы наблюдаем обратную ситуацию, когда, скажем, максимумы уже не обновляются, мы находимся в периоде снижения коррекции, поэтому вот те прежние уровни, они также являются очень сильными, и от них мы ищем уже точку поддержки, да, то есть такую точку, от которой может развернуться та или иная монета и уйти выше к своим более высоким диапазонам. И если вы посмотрите сейчас практически на график любой криптовалюты, то увидите, что так или иначе поддержка была найдена именно на уровне прежнего максимума. Другое дело, что этих уровней несколько, да, само собой, по каждой криптовалюте, поэтому важно было понять, от какого именно произойдет отбитие. Здесь уже нам в помощь объемы по сделкам, то движение, да, так называемое price action, то есть то, как двигается цена, в какую сторону идут сделки, большая их часть. И на самом деле на основе вот всей этой информации, сейчас можно сказать о том, что мы двигаемся к тому уровню, вот после пробития которого и началось масштабное, довольно масштабное снижение в ходе позавчерашней торговой сессии. И это уровень, который находится на отметке в 12500 примерно. То есть вы можете видеть, что именно вдоль этой линии, по сути, неоднократно. Мы видели, как цена останавливалась, да, вблизи этой отметки. И вот в ходе торговой сессии позавчерашнего дня удалось сам продавить такой уровень. И в итоге и стало возможным то движение. Конечно, оно было вызвано тем, что появились, появился определенный фундаментальный новостной фон, но вот именно с позиции теханализа это нашло свое выражение в этом. То есть, опять же, у многих, довольно у многих стояли либо стоп ордера за данным уровнем из тех, кто покупал, да, и опять же многие рассчитывали на продажу ниже этого уровня. Потому что, как мы отмечали в ходе прошлых вебинаров, пока еще нельзя говорить о том, что, скажем, биткоин, например, да, который мы сейчас рассматриваем по традиции первым, биткоин будет расти и дальше. То есть пока он находится не в восходящей фазе, а именно в цикле коррекции. Поэтому, конечно, сначала нужно будет получить дополнительное подтверждение, да, прежде чем открывать сделку именно на покупку уже полным объемом. Вот те локальные сделки на покупку, которые сейчас возможны, их, конечно, можно и нужно совершать, потому что есть ряд, да, признаков того, что, скажем, движение вниз, оно прекращено именно локально, да, опять же повторюсь, не в более глобальном масштабе, потому что в целом вот тот нисходящий канал, который мы обозначили, он по-прежнему еще актуален. И пока мы не будем торговаться вновь выше отметки в 15 тысяч долларов, нельзя будет говорить о том, что, скажем, вновь преобладает именно фаза роста, и мы вернулись к восходящему тренду. Почему, кстати, была обозначена еще одна линия на графике? Потому что весьма занимательный факт в том, что если мы проведем линию по двум прежним минимальным значениям, то увидим, что в ходе вчерашней торговой сессии именно от этой линии оттолкнулась цена по биткоин-доллар, например. То есть вот точно в эту линию произошла, она ударилась, да, цена, и после этого уже мы увидели резкий перелом ситуации в моменте. То есть, да, может быть, линия сейчас не очень ровно нанесена, но тем не менее, тем не менее, именно так и произошло. Поэтому у нас опять же появляется дополнительное еще основание считать, что в ближайшие дни биткоин и вслед за ним другие криптовалюты будут продолжать свой рост. И повторюсь, что важным уровнем и некой целью в данный момент является отметка в 12500. Это вот те значения, которые пробивались буквально позавчера, но именно к ним мы имеем все шансы вернуться, чтобы протестировать данный уровень. То есть, опять же, вблизи этой отметки большое скопление ордеров, большой объем отложенных позиций в том числе, поэтому именно там будет решаться дальнейшее движение, определяться дальнейшее движение по биткоину, если мы о нем сейчас говорим. То есть, если сейчас мы вернемся в диапазон выше отметки 12500, то можно будет увеличить позицию на покупку и, скажем, получить дополнительный оптимизм в отношении рынка криптовалют в целом. Если же мы увидим ситуацию, подобную той, которая наблюдается по сути на протяжении всего января, то есть, это некая боковая консолидация, которая формировалась вплоть до вот этого пробоя уровня, мы видим, что можно было обозначить некий боковой канал, либо сужение, но, тем не менее, трендового движения с начала года именно по биткоину нет. Мы отмечали это и связывали с тем, что биткоин технологически сейчас испытывает довольно серьезные проблемы и на фоне конкурентов, которые подбираются все ближе, в частности, это эфир и рипл, биткоин выглядит слабее. Поэтому, в целом, еще, на самом деле, вот именно по биткоину в масштабах года еще ничего пока не понятно. И повторюсь, что есть мнение, которое набирает все больше сторонников о том, что биткоин может потерять эту пальму первенства, которую он удерживает с самого момента появления, потому что является первой криптовалютой, он может ее потерять уже в рамках ближайших 12 месяцев. Судя по, скажем, движениям, которые рипл сегодня показывает, сегодня рипл один из лидеров, и судя по его поведению в конце прошлого и началу этого года, можно говорить о том, что рипл вполне может стать тем новым лидером, который будет являться основной криптовалютой. То есть фактически будет являться первой по капитализации криптовалютой и основным ориентиром для всей криптосферы. Но, опять же, пока об этом говорить еще очень рано. Если мы посмотрим даже данные по капитализации, то увидим, что довольно не сильно поменялась именно пропорция в плане капитализации в эти последние дни, потому что как был, скажем, разрыв, вот именно в процентах между биткоином, эфиром и риплом по капитализации, он таким же, по сути, и остался. Поэтому пока еще говорить об этом очень рано, но есть фундаментальные предпосылки, которые мы очень любим против прошлого вебинара, которые могут это обеспечить. Как я уже сказал, сегодня рипл является одним из лидеров, прибавляя едва ли не 100%, по сравнению с вчерашним минимумом. Если вчера мы были вблизи отметки 80 центов, то сейчас уже доллар 60. И на самом деле здесь ситуация во многом похожая, потому что если мы посмотрим, от какого значения, скажем, рипл отбивался в итоге, то это окажется также прежним максимумом цены. Вот та первая волна взрывного роста в декабре, она завершилась на отметке примерно 82-83 цента, и именно после этого, скажем, последовали уже следующие импульсные движения. Мы видим, что в ходе вчерашней сессии именно от отметки 83 доллара, ну, плюс-минус, да, на разных биржах мы знаем, котировки отличаются. Тем не менее, именно от этого значения не произошло такой уровень. Поэтому, опять же, у нас есть все основания полагать, что на этом, скажем, снижение локальное, по крайней мере, для рипла, оно заканчивается, и мы постепенно будем переходить в фазу восходящую. То есть, можно будет увеличивать долю рипл в портфеле, но, насколько мы можем следить по позициям, скажем, наших клиентов, трейдеров, и просто исходя из комментариев, скажем, в интернете, сейчас большая часть участников рынка, к сожалению, находится не в фиате, не в деньгах, а именно уже имеет, скажем, серьезные доли в криптовалютах. И, на самом деле, лучшей стратегией в ситуации последних дней было ничего с этим не делать, потому что выходить, скажем, в фиат нужно было раньше, еще после того, как, скажем, состоялся пробой этого уровня. Но произошло все довольно неожиданно, поэтому, скажем, успеть это сделать было не так просто. И в такой ситуации, если вы, скажем, остались просто с определенным портфелем криптовалют и не успели, скажем, сфиксировать позицию именно в долларах, то ничего предпринимать и не стоит. Да, опять же, возможно, сейчас стоит заняться лишь тем, что несколько переградится свой портфель, потому что в течение ближайших дней будут понятны основные, скажем, лидеры и отстающие криптовалюты. И, на самом деле, судя по движениям сегодняшнего дня, если про биткоин, скажем, мы не можем это сказать, то про эфир и рипл можем, да, то что они являются более сильными в моменте, локально сейчас, и поэтому вполне большую часть портфеля вполне можно ввести под них. Именно большую часть такого стабильного, да, более защитной части портфеля. Потому что вполне логично, и мы обычно рекомендуем делать так, что примерно 60-70% размещать в криптовалюты топ-5 даже, да, к которым можно в свое время было отнести, скажем, лайткоин, монера, например, тот же эфир, рипл, то есть более те монеты, которые торгуются довольно давно, опять же, относительно, ну и, конечно, биткоин. То есть это по аналогии с долларом в мире обычных криптовалют, да, биткоин – это абсолютная такая валюта-убежище, в которой можно было хранить большую часть криптосредств. И вот та часть, скажем, другая, более агрессивная, ее уже использовать для работы с такими стреляющими монетами, которые в моменте могут вырасти в десятки раз. Поэтому вот если мы временно про, скажем, наполнение вашей такой консервативной, более консервативной части, то, пожалуй, стоит из биткоинов часть в эфир и в рипл переводить. То есть это будет фундаментально обосновано, потому что, ну, об этих причинах, повторюсь, мы подробно говорили ранее. И на самом деле это будет и обоснованность позиции теханализа, потому что видим, что в последние дни есть более сильные монеты. Ну, а что касается рипл, то здесь еще не все понятно, понятно, потому что впереди сильные уровни сопротивления, они гораздо ближе у рипл, чем у биткоина, потому что у биткоина нужно еще добраться до отметки в 15 тысяч примерно, чтобы уже вот окончательно сформировать перевес, скажем, покупателей перед продавцами. А в случае с риплом этот уровень довольно близко уже расположен, на отметке примерно в 1.80 и в 2 доллара. То есть есть вот некий диапазон. Мы видим, что, во-первых, это важный уровень, потому что после его пробития ускорилось снижение. И именно вот этих значений мы набрали последний импульс роста, то есть с 1.80 до 3.50 на некоторых биржах. Мы набрали вот эту волну роста. Поэтому отметки в 2 доллара и в 1.80 такая будет область консолидации. Если рипл сумеет выйти за ее пределы, тогда уже окончательно можно говорить о том, что восходящий тренд вновь преобладает, и можно будет, скажем, активнее участвовать в покупках рипл, добавлять позицию, может быть, даже чуть более агрессивно и ждать, скажем, 5 долларов. Вот это та психологически важная отметка, которую по всем, по многим, скажем, оценкам мы имеем возможность увидеть уже в рамках текущего года. То есть это вот такая первая амбициозная цель на самом деле, но для рипл, пожалуй, именно вот в нынешнем его виде, да, именно с его нынешней волатильностью, которую мы набираем в последние недели, эта цель не является какой-то недостижимой. Опять же, повторюсь, все может измениться, и нужно получить некое подтверждение для того, чтобы, скажем, покупать большим объемом. Но если мы вот в этих условиях, когда, скажем, все снижалось и нечего абсолютно было купить, да, скажем, позавчера или по вчера в начале торговой сессии, потому что все падало, да, вот в этих условиях, если не фиксировать убыток и не выходить, да, скажем, в фиат, вот сейчас, то нужно перекладываться в более сильные монеты, которыми как раз-таки и выглядят сейчас рипл и эфир. Также отмечу, что в топ-10, в топ-20 даже по капитализации довольно много новых монет появилось, поэтому также отдельно вот скажу, что стоит внимание обращать и на них. Но, опять же, вот мы в компании Амаркетс, да, традиционно работаем именно с ключевыми криптовалютами, с наиболее, скажем, долго торгующимися, да, то есть теми, которые уже, как минимум, несколько лет, да, являются основой криптосферы. Что касается эфира, то во многом похожая ситуация на биткоинт в плане того, что отбивался он ровно от такой же линии поддержки, да, мы также видим, что если провести по двум минимумам, не беря в расчет длинные тени, которые являются скорее элементом паники, да, вот, вследствие, скажем, эмоциональных снижений резких, если не берем их в расчет, то в целом в рамках тому восходящего канала, который есть у него, эфир продолжает двигаться. Надо сказать, что после столь сильного снижения, потому что мы видим, что в процентах эфир потерял довольно много, мы об этом говорили в пользу прошлой трансляции, опять же повторюсь, да, потому что тогда многие спрашивали, не купить ли эфир еще, но в тот момент это были максимальные отметки, 1200 долларов, и на самом деле мы предостерегали от того, чтобы покупать по тем значениям, вы можете запись также посмотреть, да, вебинары на YouTube-канале компании, говоря о том, что будет еще коррекция, будет возможность купить эфир по лучшей цене. По сути, в последние дни такая возможность, она и предоставилась. То есть есть возможность войти в эфир по наиболее привлекательным ценам, и это, конечно, стоило сделать либо в ходе вчерашнего дня, либо сегодня. И в данный момент, в принципе, соотношение риск-прибыль, оно еще сохраняется на очень хорошем уровне, в очень хорошем отношении, потому что, если, скажем, покупать сейчас, да, то желательно закрывать позицию. Ну, есть две, да, стратегии. То есть либо закрывать и торговать довольно коротким стоп-ордером, чтобы не пересиживать, да, скажем, долгие возможные периоды просадок, либо уже, вот, что называется, сидеть до конца, да. И если, вот, скажем, вам близок первый вариант, который помогает минимизировать потери, да, и подолгу не находиться в просадках, что психологически тяжело, то в таком случае, купив сейчас, можно ставить стоп-ордер за отметку в 880, и это в целом очень неплохое соотношение до сих пор. Хотя, повторюсь, в ходе вчерашней сессии, да и сегодня, в начале дня, можно было купить эфир по гораздо более привлекательным ценам. Что касается целей ближайших, то это прежний максимум отметков было 1300-1350, и далее уже нужно работать будет, исходя из этого уровня. Если, скажем, эфир закрепится выше, от метки, в 1350, то стоит применить вот ту стратегию, которая так себя хорошо показала в ходе прошлого года, это покупка после пробоя прежнего максимума, и тогда нужно будет, конечно, позицию увеличивать в таком случае. Что касается эфир-классик, то, несмотря на то, что он довольно много позиций уже растерял, в том числе и по капитализации, и не показывал особо привлекательных движений в последние месяцы, мы наблюдаем за ним по-прежнему, и на самом деле одна из самых сильных точек для входа на покупку была также в ходе вчерашней сессии, и что интересно, эфир-классик оттолкнулся именно от уровня своих прежних максимальных значений. Вот то, о чем мы говорили, мы покупали его по этим ценам вблизи от метки 20 уже несколько раз. Первый раз в конце ноября прошлого года, тогда он в моменте очень хорошо подрос, агрессивно себя вел, и казалось, что он идет еще гораздо выше, но не получилось. Мы не смогли заработать, скажем, столько, сколько планировали по эфир-классик. Затем еще раз он показал подобную же точку входа вблизи отметки 20, 22 примерно. Вот мы видим, что его проливают вниз, но так или иначе он консолидируется вблизи отметки 21-22 доллара. Покупали его вновь, и опять вот в ходе... Ну, кстати, обновил свой исторический максимум, стоит отметить, об этом много говорилось совсем недавно, несколько дней назад. Но после этого, на фоне того, что все падало, опять же, довольно сильно упал и эфир-классик. Сейчас есть еще одна точка, опять уже в третий раз, купить его вблизи 22-23 уже не получится, потому что сейчас он торгуется по 27. Но кто имеет свободное средство, еще может вполне зайти и в эфир-классик. Но при прочих равных, конечно, здесь важно понимать, что вам сейчас требуется для вашего криптопортфеля, который вы, скажем, соревновали. Если вам требуется более агрессивный инструмент, который принесет больший доход в короткие сроки, то, конечно, нужно переключиться либо на криптовалюты из топ-100 растущие, посмотреть там в каком-нибудь... вот после пятого десятка, да, по капитализации. Либо это эфир-риппл из больших криптовалют. Эфир-классик, скорее, нужен для некой стабилизации портфеля. Он не сильно вполне может вырасти, но и не сильно упадет. То есть ниже, скажем, 18 долларов его ждать уж точно не стоит в ближайшие недели, может быть, месяцы. Поэтому такой стабильности вашему портфелю он точно добавить может. И цели у него остаются выше отметки в 40 долларов. То есть он интересен с инвестиционной позицией тоже. То есть это будет около... около 60% дохода от текущих значений. Но, опять же, повторюсь, идеальным решением было купить его в ближайшие 21-22 долларов в ходе последних часов. Что касается ZK, что он по-прежнему волатилен, но постепенно уходит на второй план. Все-таки, скажем, иксы он не делает уже давно. Но является довольно дорогим, относительно дорогим, и при этом волатильным. И что примечательно, движение последних дней также очень похоже на движение по E3 Classic. На самом деле, движение в целом по этим двум монетам, они чем-то схожи между собой. Он также сейчас отбивается от прежнего максимума. И на самом деле, сейчас самый идеальный вариант, если у вас есть какое-то приличное, либо, скажем, относительно приличное скопление, именно фиата, свободные средства, если вы еще не находитесь ни в какой криптовалюте, а находитесь, скажем, в долларах, или в рублях, условно, то вот сейчас идеальное время для того, чтобы портфель максимально наполнить. Потому что все находится вблизи уровня поддержки, и все начинает в этих уровнях поддержки отбиваться. Мы видим, что практически по каждой из криптовалют есть интересный потенциал, и при этом низкий риск, потому что мы находимся вблизи уровня поддержки. Но если вы, скажем, уже под завязку набили портфель криптовалютами, то пока стоит только ждать, либо аккуратно перебалансировать его, перевозя сумму из, скажем, одной криптовалюты в бар. Поэтому идеальным вариантом видится и покупка эфир-классик, и покупка Zcash. И Zcash, кстати, тоже из разряда того, что добавит стабильность вашему портфелю, но, скажем, не покажет в ближайшие месяцы X3, X5, X10, то, к чему, может быть, многие привыкли, торгуя и вкладывая в небольшие монеты. Но нужно здесь понимать и пропорцию риска, соотношение. Потому что, скажем, если у вас есть условных 100% капитала, то в любом случае, повторюсь, 60-70% нужно вкладывать в такие надежные и более стабильные криптовалюты. И уже меньшую часть выделять на, скажем, игру с X, то есть вкладывать, скажем, небольшие монеты. И в компанию Markets, повторюсь, наш подход, он базируется именно на работе с топовыми, ключевыми криптовалютами. Если даже в моменте, скажем, по капитализации ни Фирклассик, ни Изи Кэш не является лидером, то в долгосрочной перспективе все равно они более стабильны. Потому что мы видим, что многие врываются в топ-10, в топ-20, потом также быстро оттуда вылетают. Здесь же подход используется более стабильный. Но, скажем, если мы работаем с такими криптовалютами, это не означает, что здесь не будет сильных рисков движений, и, к примеру, огромная масса. Далее, несколько слов про Монера. От отметки в 275 долларов он отбивается. И, на самом деле, вот сегодня так уж получилось, что абсолютно одинаковый график последних двух дней по каждой криптовалюте. Это делает, по сути, обзор более простым, но и более, может быть, менее интересным с вашей позиции, потому что нет каких-то уникальных сценариев, то, что мы видели в последней неделе. И все плюс-минус похоже друг на друга. Тем не менее, это повод также задуматься, повод перебалансировать, отчасти повторюсь, свой портфель. И повод еще понаблюдать какое-то время для того, чтобы определить локальных лидеров и локальных аутсайдеров. Потому что в той ситуации, когда падает все, есть некие панические настроения, очень сложно выделить для себя и понять, какие криптовалюты на самом деле заслуживают большего внимания. То есть падает все, независимо от того, какое есть, какое фундаментальное основание, какая технология стоит за той или иной монетой. То есть все это не имеет значения, все просто распродается. И вот сейчас, пока мы наблюдаем следствия этого, постепенно возвращаются в криптовалюты, объемы возвращаются покупатели. Что самое главное, именно в ближайшие дни будет понятно, на что стоит обращать внимание далее, а что стоит из своего списка вычеркнуть. Поэтому мы, говоря о Монеро, либо о Лайткоине, например, будем так или иначе постоянно вспоминать то, что мы уже сегодня рассмотрели. Потому что вот по Монеро ситуация очень похожа на The Cash и на ETH Classic, по Лайткоину ситуация очень похожа на Биткоин. Здесь также у нас есть, да, очень уже затянувшаяся на самом деле коррекция, также есть уровень, вдоль которого происходила консолидация, пока его не пробили. И также мы сейчас стремимся к этому уровню вернуться. То есть нет чего-то уникального вовсе. И более того, мы также отбились от уровня прежнего максимума, который находился по Лайткоину на отметке в 150 долларов за монету. То есть вот это скопление, да, здесь было. Именно там завершилась первая волна роста. И именно от этих уровней мы отбиваемся. Согласитесь, еще и похоже отчасти на Ripple. Ripple также дошел именно до уровня, где закончилась его первая волна вот большого роста в конце прошлого года. Поэтому ситуации очень простые и очень не уникальные пока. Но это все изменится, повторюсь, в ближайшие дни, когда несколько успокоится рынок и мы увидим уже более индивидуальные сценарии. И вот Dashcoin, да, абсолютно похожая ситуация и здесь. То есть вот тот уровень, к которому мы сейчас двигаемся и от которого будет многое зависеть. Если мы пробьем отметку в 925 долларов сверху снизу вверх, да, выйдем в более высокий ценовой диапазон, то можно будет говорить о том, что все плохое позади и Dashcoin стремится к новым вершинам. Он может повторить, во-первых, свое прошлое достижение по 2 тысячи и вполне добраться до 2, но опять же это при общем благоприятном фоне. Потому что по Dashcoin, скажем, нет какого-то очень сильного фундамента, в отличие от эфира или от Ripple. Мы не говорим о том, что, скажем, Ripple может в итоге оказаться невостребованным, либо, скажем, его манипулятивно могут слить. Да, мы говорим лишь о том новостном фоне, который сейчас есть. То есть фактически, может быть, Ripple и окажется, скажем, бесполезен, да, на долгосрочную перспективу, либо не покажет себя так, как на него сейчас рассчитывают многие финансовые институты, да, в первую очередь банки, которые активно пытаются внедрить его в свои процессы. Может быть, все это не получит развития, но, по крайней мере, сейчас есть серьезный новостной фон, фон, и есть эта база, вот, на которой рост Ripple и выглядит вполне возможным. Но, повторюсь, вот есть то, на чем базируется рост и возможный будущий рост. Да, в случае с Dashcoin пока непонятно, что будет являться таким стимулом, да, фактором для дальнейшего движения вверх. Да, и, наконец, Bitcoin Cash, пожалуй, стоило несколько раньше сегодня взять для разбора, потому что Bitcoin Cash это интересно всегда, да, вот с момента появления в августе. Это первый и самый успешный форк, напомню, да, Bitcoin, и кто-то называет его заменой Bitcoin, ну, даже не Ethereum, не Ripple, а именно Bitcoin Cash называют будущим лидером, скажем, по капитализации, будущей заменой Bitcoin. Все, казалось бы, логично, оболочка биткоина, но, скажем, внутри более совершенная технология, да, больший размер блока, большая скорость обработки транзакций и вот удобство в целом в проведении, скажем, платежей расчетов, то есть то, ради чего изначально криптовалюты задумывались. Тем не менее, и, кстати, да, что важно, Bitcoin Cash, вот так же, как и Ripple, гораздо ближе сейчас к той отметке, от которой его можно будет покупать, чем тот же Bitcoin. То, о чем мы говорили еще в начале разбора, потому что, если Bitcoin Cash будет выше отметки в 1700, то уже тогда в целом можно будет начинать или продолжать, да, не знаю у кого, какие позиции покупки по Bitcoin Cash. Есть линия поддержки, вдоль которой так же происходят покупки, и мы видим, что точка и график похож по-многому на то, что мы уже сегодня видели. И есть некая область сопротивления. Если мы окажемся выше этой отметки, то ничего не помешает дальнейшему росту. Поэтому Bitcoin Cash сейчас, на мой взгляд, даже интереснее, чем Bitcoin обычный. В силу причин, которые уже были озвучены, но не стоит забывать, что это все-таки относительно молодая монета, и всего лишь в несколько месяцев, поэтому, скажем, какие-то неожиданности могут появиться в отношении нее. В общем, подводя в целом итог сегодняшней трансляции, стоит сказать, что не стоит поддаваться, в первую очередь, паническим настроениям, которые, возможно, успели и вас тоже настичь, да, и стоит мыслить более глобально и заниматься в данный момент тем, что определяется тех локальных лидеров, в которых можно переложить, по интересу, из тех монет, которые отстают. Вот часть из этих монет мы сегодня уже озвучили, и на самом деле я бы, возможно, посоветовал большую часть из биткоинов начинать перекладывать. То есть, скажем, если ранее рекомендовали держать минимум 50-60% в биткоине, по крайней мере, вот в те моменты, когда он очень активно рос, то сейчас постепенно стоит уменьшать эту позицию, и нужно понимать, что всегда будет возможность вернуться в биткоин, но уже в более благоприятной ситуации. Что касается, вот многих интересует, продолжится ли коррекция, будет ли еще движение вниз, то мы вот в ходе вчерашнего обзора отмечали, обзор информационного, который на сайте публикуется, отмечали, что отметки в 8 тысяч, да, и даже в 7500, они не выглядят чем-то недостижимым для биткоина, но это было бы возможно в случае, если, скажем, паника продолжилась, распродажи продолжились в ходе вот этих последних дней, потому что после, потому что вчера в первой половине, да, и во второй половине дня казалось, что можем идти еще гораздо ниже, и в таком случае, да, отметки в 8-7500, они выглядели более чем реальными. Сейчас же, когда мы видим текущую ситуацию и сегодняшние покупки, да, сегодняшний пребывающий объем на покупку, не думается, что в ближайшие дни уж точно мы окажемся вблизи отметки в 7500, 8, это следующие уровни поддержки, то есть если мы оказываемся ниже, скажем, 10500, да, о которых мы сегодня говорили, то следующие это 8 и 7500 отметки, но никаких оснований нет считать, что в ближайшие дни мы там будем. Да, возможно, да, возможно, в течение там ближайших месяцев это и станет возможным, но пока нет, пока никаких предпосылок для этого нет. Пробежим по вопросам, которые вы задавали, по теханализу, да, еще в начале самому спрашивали, я думаю, что мы сумели ответить на него в ходе трансляции сегодня. Теханализ, конечно же, работает, потому что теханализ — это отображение, всех сделок, да, всего соотношения ордеров на покупку, продажу в моменте, и теханализ будет работать всегда и на любом рынке. Другое дело, что, скажем, есть моменты, когда преобладают фундаменты, когда теханализ лишь следует за фундаментом, да, как это было в случае с, вот, под вчерашним днем, когда негатив из Кореи Китая пришел. Но, опять же, даже если вы не знаете фундамент, но вы оперируете теханализом, вы знаете, как поставить стоп-ордер, и в любом случае, даже если вы не знаете фундамента, вы, скажем, там, минимизируете свои убытки или заработаете на каком-то движении. Поэтому, безусловно, безусловно, теханализ работает на криптовалюте и работает даже лучше, чем по многим акциям и обычным валютам, потому что, опять же, меньшая капитализация рынка в целом означает и большую предсказуемость. Вижу вопросы по Трону, но, честно говоря, мы с ним не очень активно работаем, опять же, в силу того, что это скорее похоже на некий памп, да, и какого-то серьезного, фундаментального основания у нее нет. Мы привыкли работать с более, с более фундаментально прочными криптовалютами, которые уже и торгуются давно. Я вот эти постула туда уже обозначил, и которые являются, ну, отчасти более стабильными, да, об этом можно сказать. С нашей компанией Самаркетс, да, вижу вопрос по клипту-портфелю, можно выстраивать отношения и в этом ключе. Можно инвестировать, да, есть различные варианты инвестиций, но для клипту на эти вопросы и разбор подробных условий лучше обратиться в клиентский отдел компании Амаркетс. Ссылку, я вижу, уже предоставили. И также обучить трейдингу наши специалисты готовы и всегда могут с этим помочь. Вижу вопрос, если полностью в биткоине, да, на 100%, то в таком случае, повторюсь, вот будет очень полезный совет о том, что постепенно, постепенно уменьшать долю биткоина в портфеле и переводить его в другие, но при этом по биткоину также мы можем увидеть лучшую цену в ближайшие дни, поэтому не стоит, скажем, полностью поддаваться панике и закрывать спешную позицию и полностью выходить. То есть просто постепенно меняйте и добавляйте фиктовалюты к вашему портфелю. Ну да, про биткоин, да, если биткоин у вас 100% в портфеле, я уже ответил, не стоит, да, паниковать, сбрасывать все, будет лучшая цена еще в любом случае. И есть все основания полагать, что мы подберемся к отметке в 12500 уж точно, от этого уровня уже нам нужно будет смотреть, либо мы продолжим снижаться вновь, тогда нужно будет с большей скоростью перекладывать в другие монеты, либо будет рост. Что ж, на этом будем заканчивать. Даже больше, чем планировали на сегодня времени, посвятили. Поэтому по всем вопросам прошу обращаться напрямую в клиентский отдел компании Market System Online Chat, есть телефон горячей линии на сайте. Мы с радостью ответим на все ваши вопросы и найдем любое решение, из любой ситуации можно найти вполне себе эффективный выход. Спасибо, что были с нами. Увидимся в следующий четверг в это же время. Также проведем обзор полный по ключевым криптовалютам и сгенерируем дальнейшие торговые идеи, торговый план на последующую работу. На этом все. Всем спасибо и до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...